Она взлетела, только не в воздух, а на воздух. В США взорвалась ракета-носитель Falcon 9. Это случилось на стартовой площадке космодрома Мисс Канаверал. Это Флорида. Судя по кадрам, над космодромом сначала поднимается огромный столб седого дыма. Взрыв произошел во время тестовых испытаний. После него были слышны еще несколько хлопков. Ракета-носитель должна была в субботу доставить на орбиту первый спутник. И теперь груз ценой в 200 миллионов долларов потерян. Это подтвердили в компании SpaceX Илона Маска. Что ж, возможные причины неудачного запуска ракеты Falcon 9 давайте обсудим с руководителем Института космической политики, научным руководителем Московского космического клуба Иваном Моисеевым. Иван Михайлович, я вас приветствую. Ну, как всегда, когда что-то где-то не выстреливает, а в данном случае слишком громко хлопнуло напротив. Два вопроса возникает из вечных русских. Кто виноват и что делать? У вас есть какие-то версии? Ну, сейчас, что конкретно произошло, вообще никто не знает. Даже специалисты SpaceX, наверное, еще не разобрались. Это, в общем-то, можно что сказать. Самая тяжелая авария, это когда авария на старте. Разрушается не только ракета, спутник в данном случае еще, но и сам старт. Это, в общем-то, событие, которое влекут за собой от срочку дальнейших работ. Вот. Что-то... Здесь идет необычная подготовка к старту. Старт должен быть только 3 сентября. Когда ракета полностью снаряженная на стартовом столе начинает проверяться. И в том числе с поджигом двигателя. Вот под тем данным, которые сейчас есть, где-то незадолго до поджиха что-то случилось. Что-то пошло не так и произошел взрыв. Здесь можно, скорее всего, что-то не по лавке на старте со стартовым оборудованием. Вот возможные вещи, такие вещи бывают. Иван Михайлович, ну вот ведь какая штука. Мы тут, готовясь к эфиру, проанализировали с коллегами историю вопросов «Фалькона-9». Выяснили, что 6, поправьте, если я ошибаюсь, лет, они уже пытаются там что-то где-то запустить. Порядка 20 стартов у них было. И 2 на вот это число, на 20-ку, таким образом и закончились. Одна ракета в воздухе взорвалась, другая вот даже взлететь-то не успела. Может, это какой-то космический бог намекает точнее американцам, что, ребят, ну, пора уже свернуть производство. Или нет, или это штатная ситуация? Ну, если быть точным, это 29-й запуск ракеты «Фалькона-9», и это вторая авария. В общем-то, это немного хуже технических требований. Технических требований — 95-процентная надежность. Это, получается, сейчас вот 94. А если учесть, что эта ракета новая, и что они ее постоянно совершенствуют, это, в общем-то, ну, следовало этого ожидать. Потому что 100% надежности не бывает, а на новых ракетах, ну, и не было никогда. Слушайте, ну, следовало этого ожидать. Так они же на громадные суммы денег попали. Что теперь? Приостановится на какое-то время производство этих «Фальконов»? Или скажут, ну, с кем не бывает, бог с ней, с этой ракеты, а мы все-таки дальше пойдем. Будем тренировать запуски и добьемся успеха. Нет, то, что они дальше пойдут, нет никакого сомнения, но вот то, что это крупная неприятность, это точно. Потому что здесь не только в самой аварии дело, а дело еще в том, что откладывается на неопределенное время, ну, возможно, на полгода, на год, два очень ожидаемых события. Первый повторный запуск первой ступени, который они долго тренировали, значит, долго с ними мучились. Вот. Но вот они готовились уже этой осенью запустить второй раз повтор. То есть многоразовое использование. И откладывается наверняка запуск тяжелой версии «Фалкона», который может уводить на орбиту 50 с лишним тонн. Иван Михайлович, вы сами сказали, прозвучало от вас слово «многоразовое», и давайте-ка я за него зацеплюсь. А вот многоразовость таких летательных аппаратов, она в плюс или в минус? Может быть, ну, сделали бы ракету, она отработала свой функционал, слетала, куда ей положено, и все, и претензий не было, а то тут летает она, возвращается, опять летает, а бог знает, где сбойнет-то. Первый вариант, когда, значит, ракеты используются один раз, и потом все это пропадает, это у нас стандартный вариант с начала космической эры. Ну, а вот SpaceX решила попробовать, а почему бы не использовать по второму разу. Вот. Там есть, вот по расчетам, значит, если они отработают это дело, то, соответственно, это будет экономически выгодно. Не то, что это стопроцентное спасение, там все равно много затрат на реставрацию, на повторное тестирование, но какие-то суммы они на этом должны выиграть, по теории, получается. Вот. Но в данном случае это не повторный запуск, это первый запуск, как обычно, от новой ракеты. Тогда последний вопрос. Американское правительство, насколько я знаю, вложилось рублем, точнее долларом в данной ситуации, в конкретные запуски, в конкретные исследования разработки 9-го Falcon. Ну, что теперь? Они руки в боки поставят и скажут, ребят, ну, мы с вас спросим тогда, раз у вас не все так гладко, а мы у вас денежкой вкладываемся или как? Сильно ли расстроится руководство Америки? Нет, нет. Значит, дело в том, что они свои деньги вложили, они уже результаты получили. И, в общем-то, они результатами довольны. Но то, что аварии бывают, это все знают. И НАСА тоже знает, которое вкладывало эти деньги. Но будем надеяться, что никаких показательных порок не последует. Пожелаем удачи господам американцам. Иван Михайлович, благодарим. С нами на связи, я напомню, был руководитель Института космической политики. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.